решила вам показывать свои образы секонд-хенд извините что в спальне потому что здесь самое большое зеркало на весь рост вот такое у меня платье я в ботинках кельвин кляйн я покупала их три года назад ношу все время обожаю их просто найти как говорится если бы они стерлись я бы купила себе такие же новые очень мне нравится очень удобные отличные так по поводу платья это платье на stories я его покупала еще в украине лет пять назад она видите сшита как длинный свитер здесь воротник стойка рукав пришит в районе локтя и вот такой длинные платья следом я одеваю вот такой балахон жан-фольготье если кто помнит и видео кто-то хотел даже купить но я его не продаю это я оставляю оставила себе он двухсторонний внутри ярко-оранжевый бархатный сверху плащевка черная но я в основном что-то таким цветом дальше покажу вам вот здесь огромный воротник ой подождите вам две части нет одна часть вот одна часть и сейчас секундочку 2 покажу вот если вам не совсем понятно здесь есть такой карман мы долго крутили это пальто когда купили мама купила в секонд-хенде в харькове я уже была здесь буквально два-три года назад она его купила три года назад и выслала мне для перепродажи они меряли наполину на маму а никому не подошло пришло мне и муж сказал нет это твое никому его не продавай вот так мы его оставили вот сюда в этот карман здесь есть дырка засовывается вот эта часть и получается вот такой вот вариант можно носить так можно носить вот так как вам нравится как вам как вам угодно это дизайнерское пальто что хочу то и делаю как говорится вот такое вот у меня пальто джан польга те конечно бы я его могла продать и очень быстро и совсем даже не дешево но как говорится такая корова нужна самому сегодня мы едем суббота за продуктами я еду в очередной меркатино узата вам сниму видео новое и и что еще отправила все посылки отправляю посылку в украину я приехала меркатино узата посмотреть что здесь интересного хрустальненького красиво вот это ведро для льда но цены конечно дичь дорого стоит я свое покупала за три с копейками эти какие-то пиалочки как-то при входе стоит такой стол на нем все вроде хрустальная но очень дорогое половина поломанного половина странной формы я вот кручу верчу 16 евро 95 колбочка вот для чего она не знаю снизу тарелки для антипасту вазочки всякие разные музыка как обычно играет магазине очень громко это вас зовут симпатичная мне понравилось но у меня вас очень много далее вот это вот новогодняя тарелка с новогодней тена тематикой но она сильно темная мне на не подходит до сих пор стоит это кресло для деда мороза кто помнит я уже как-то показывал своих видео далее приходит переходим к стаканам но мы их смотрим мельком потому что мне они тоже не нужны вот ваза интересно она на почему-то неустойчивая мне нужен был графин мне нужна была красивая форма для горячих блюд типа кастрюли но вот этот сильно маленький я хотела что нибудь такое необычное знаете с красивыми какими быть железными вставочками это ваза симпатичная но она щербатая сверху вот это вот мама не пусинька очень как видите чуть больше моей руки но тоже неплохая также хотела купить пепельницу какую-нибудь недорогую на хрустальную но пепельниц был маленький выбор и скажу совсем не бюджетные ну три евро в общем то недорого но конечно не то что хотелось в другом меркотина я видела гораздо лучше решила эту покупку отложить ну вот я нашла более-менее приличный кувшин его можно было почистить но все же он тяжеловат и я видела гораздо лучше в других магазинах далее подстаканники кстати не очень хорошем состоянии что хочу сказать вот проходя мимо этих стеллажей они кстати очень узкие проходы между ними женщина зацепила бокал разбила и ее заставили заплатить такие правила если ты что-то бьешь магазине ты должен это оплатить но мы идем дальше дальше тарелки вот такая тарелка для торта но она уже стер потертый золото у нее было конечно ничего хорошего уже она неинтересна тарелок много как видите посуды много но совершенно обычное ничего привлекательного никакого имени мало чего хорошего также много картин как вы видите вот эти две базы стоят еще с прошлого раза как я была они стоили по моему что-то в районе 10 евро теперь их уценили они стоят по 5 далее тарелочки вот такая одна тарелочка симпатичная мне показалось и вот эта тарелка с птичками мне понравилось но 9 евро я посчитала для одной тарелки очень даже дорого вот этот салатник все такими приглянулся и также я нашла вот такую тарелку для своего сервиза который собираюсь скажем так по частям потихонечку мое внимание привлекла вот это вот ваза не ваза просто какой-то какая-то статуэтка и вон хочу вдалеке показать вам синюю вазу в китайском стиле я хотела показать близи но забыла она стоила 20 евро кстати большая хорошая ваза но мне просто синяя ни к чему далее была одежда одежды было много как всегда и людей было в одежде очень много и найти в таких магазинах действительно что-то очень хорошее достойное винтажная до более современная нет ну на этом все я вам показала вкратце магазин конечно конечно я не ушла без покупок до вначале я вам хочу показать как это все выглядит вот такое то есть черное видите все чернющая а вот такой вот это более очищенная вот это вот я уже начистила она была тоже черная таких жутких разводах теперь как новая вот видите вот этой пастой я все очищаю она просто супер паста вот я показываю при солнышке ей оттойки и так Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далее я купила ложки и вилки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я подумала, почему бы сразу не купить ложки Потому что ложки тоже в хозяйстве, как говорится, пригодятся И купила сразу ложки Она мне сделала скидку Ножи мне обошлись в 5 евро И плюс 2 с копейками доставка Ложки шли с Голландией с вилками Обошлись мне подороже гораздо Ну, в общем-то и в целом приблизительно 20 евро И, естественно, тарелки Я купила тарелки Докупила себе тарелки Хотела купить 12 одинаковых тарелок Даже уже начала торговаться Потом одна девушка на сайте Vinted выставила вот эти тарелки Я в них просто безумно влюбилась Не знаю, может кто-то посчитает меня ненормальной Но, тем не менее Вот такие собачки и кошечки Сейчас я вам покажу Здесь 6 тарелок 3 собачки и 3 кошечки Вот такие вот собачки Сер Бернар Потом Йокширский терьер А вот это вот я не знаю до названия этой породы И 3 кошечки Вот видите, все тарелочки это лимош Но они, к сожалению, без клейма сзади И написан художник Вот такой Знаете, мне сразу эти кошечки напоминают Фильм Гарри Поттер По-моему, 4 или 5 часть Помните, где была женщина такая строгая И у нее вся стеночка была завешена тарелочками с кошечками Так и я И вот эта кошечка Когда я показала мужу, муж сказал В общем-то неплохо, но с тарелки вместе с кошкой я есть не буду Он терпеть не может кошек и котов Не знаю почему Предпочтение отдает собакам В общем-то все мои покупки Вот такие у меня приготовления Как видите, у меня теперь и ведро есть для бутылки Также у меня есть ведро для льда И соусник И вроде как я готова Да, еще должны прийти и тарелки одни Давайте с вами распакуем последний пакет Я ему сказала цить Он тут кричит на всю квартиру Сейчас распакуем последнюю коробочку Что пришла Посмотрим, что здесь Распаковала Распаковала, распсиховала Тарелки Надеюсь все целы Сейчас посмотрим Я почему-то думаю, что они все целы Потому что они, видите, все завернуты по пупырку И у них была эта, как его называется Подушка К тому же они еще и грязные немножко Тарелок 12 штук Считаем 2, 4, 6, 8, 10, 12 Итак, тарелок 12 штук Здесь изображена вот такая птица К счастью, завтрашнего дня Масло, как обычно Кстати, смотрите, странно Здесь ничего не написано А здесь вот такой вот Лимош Странно В тарелке Ну, я их купила недорого Так что ладно Хорошего Хорошего состояния Хорошего качества Мне подойдут Но только какие-то они Знаете, как не совсем глубокие Не совсем мелкие Что-то среднее такое Знаете Для супа пюре Конечно, борщичка сюда особо не нальешь Они не сильно глубокие Вот видите Хотя симпатичные Все Все покупки я вам свои показала Масима, как обычно, кричит громче всех Вот мои тарелки глубокие Мелкие Кастрюльки Наживилки Все вам показала Теперь можно встречать Новый год И встречать Рождество Всем удачи С праздниками До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok